Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости канала. В этом видео я хочу вам показать рецепт приготовления плова из вермишели. Такое блюдо готовят на Кавказе. Оно очень красивое, выглядит как видите аппетитно. Желающих узнать рецепт, прошу посмотреть видео до конца. Желаю вам приятного просмотра. Для начала приготовления я возьму мясо свинины. В данном случае у меня лопатка. Она содержит в себе кости, поэтому вес я пока сейчас сказать не могу. Как только я обрежу все кости, я скажу вам точный вес. Мясо я предварительно вымыл и теперь начну обрезать. Вырезав из лопатки кости, я сразу же нарезаю кубиком. Кубик примерно будет у меня средней величины. Почти с пол мизинца получается. Вырезав кости и нарезав мясо, я теперь его взвешиваю. Моя тарелка весит 170 грамм, поэтому я включаю весы, вставлю и от общей массы отнимаю вес тарелки. Получается килограмм мяса. Это приблизительный вес, который понадобится мне для этого блюда. Кости я убираю, они мне больше не понадобятся. Для этого рецепта я взял свинину. Вы можете взять любой вид мяса. Можете взять говядину, можете взять баранину, также можете взять бедро курицы, но ни в коем случае не филе. Свинину отставляю пока в сторону. Далее перехожу к нарезке овощей. Заранее я очистил луковицу. У меня крупная головка 150 грамм веса. Нарезаю я ее кубиком. Ну и какой же плов без моркови? Я взял уже заранее натертую морковь. Здесь у меня общий вес 150 грамм. Вы берете свежую морковь и нарезаете ее крупной соломкой. Ну как обычно на плов. Морковь перекладываю пока к луку. И далее беру небольшой пучок кинзы. Если вы не любите кинзу, то она не обязательно. Я всегда добавляю кинзу только для аромата. Нарезаю ее крупно. Подготовив все ингредиенты, я перехожу на плиту. На сильный огонь я ставлю казан. У меня объемом он 2 литра. В казан наливаю около 80 миллилитров растительного масла. И сильно его нагреваю, прям раскаливаю. Масло в казане разогрелось и я добавляю сюда репчатый лук. И перемешиваю. Морковь пока я не добавляю. Лук обжаривать надо до золотистого цвета около 6-8 минут. Огонь должен оставаться выше среднего. И постоянно помешиваете. После того, как лук обжарился, я добавляю сюда морковь. Хоть она и замороженная у меня, но я все равно пытаюсь ее перемешивать, чтобы она быстрее растаяла. И также обжариваю около 6 минут. По истечению времени, после того, как я обжарил морковь, я добавляю кусочки свинины. Огонь по-прежнему выше среднего. Обжариваю до той степени, пока не выпарится из свинины сок. Прошло около 10 минут. Жидкость в свинине выпарилась. Теперь я добавляю сюда пол столовой ложки соли. У меня морская. Совсем немного черного молотого перца, так как он у меня очень острый, высшего качества. И 2 столовые ложки. Все содержимое казана перемешиваю. Теперь это все заливаю кипятком, чтобы вода покрыла поверхность содержимого казана. Накрываю крышкой и убираю на другую газовую конфорку, где у меня огонь поменьше. Сюда ставлю большую сковороду. То есть вы поняли, казан, где тушится свинина со специями, там должен быть минимальный огонь. Куда ставлю сковороду, здесь должен быть максимальный огонь. Теперь на этой сковороде не нужно обжарить спагетти. Вообще для этого рецепта идеально подходит вермишель. Но так как в моих закромах были только спагетти, то я беру их и мелко обламываю. Кстати, вес у этого объема спагетти 250 грамм. И теперь я все это спагетти обжариваю до слегка такого золотисто-коричневатого цвета. Постоянно помешиваю. Спагетти я обжарил, конечно, было бы удобнее, если была бы вермишель. А так как недостаточно я измельчил спагетти, мне его было неудобно перемешивать. Поэтому не совсем равномерно я его обжариваю. Но чтобы частично оно у меня уже не было черным, я на этом обжаривание спагетти на сухой сковороде заканчиваю. Пока отставлю в сторону, ставлю сюда казан с мясом, специями и овощами. Огонь уменьшаю на минимальный. И высыпаю сюда все спагетти. Долго, кстати, спагетти не нужно держать, даже когда его сняли с огня, потому что у вас сковорода имеет тоже жар. Заливаю все это кипятком, так, чтобы вода на 2 см покрывала весь объем содержимого казана. Добавляю сюда 2 зубчика чеснока. Это по желанию. Можете больше добавить, можете вообще не добавлять. Накрываю крышкой и тушу около 8 минут. 8 минут прошло. Открываю крышку и все перемешиваю. Теперь оставляю все без крышки еще примерно на 5 минут. 5 минут прошло. Огонь под казаном я выключаю. Как вы видите, у меня есть еще жидкость, но это не страшно, потому что она вся все равно впитается в спагетти. Сверху посыпаю кинзой нарезанной. Оставляю пока на пару минут и буду подавать. Как вы видите, все получилось красиво, аппетитно. Главное, что не слипается спагетти, так как его предварительно я обжарю на сухой сковороде. Это блюдо относится к кавказской кухне. Не помню какому именно народу, но какому-то из Кавказа или Средней Азии. Так они готовят плов из вермишеля. Конечно, они используют говядину или баранину, но я использовал в своем рецепте свинину. И на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр тех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте поставить лайки, подписываться и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всего вам доброго!